Ну что ж, всем привет дорогие друзья, с вами вновь Клауд, и мы сегодня посмотрим с нами экспериментальную версию сабнотики, та, которая еще не вышла, но которая выйдет, видимо, где-то в ближайшую неделю, потому что можно в стим выбрать, оказывается, бета-версию, и можно посмотреть циклупа. Я уже посмотрел, включил его, ну, то как я посмотрел, я посмотрел, что он спаунится точным, и, ребята, я скажу вам, он просто громадная херня. Я специально заново начал миссию, чтобы как-то новая карта отобразилась. Много еще поменялось, которого вы не видели, например, появился теперь титан, который может сделать из металла, и какого-то рутилья, не знаю, что это такое. В трек я немножко бухнул, потому что было утром скучно, и решил сократить свою жизнь по этой явке не сетюши. Нормально. И снова еще появилось такого интереса, что вы не видели, но, наверное, термометр вы не видели. Я тоже не видел, на самом деле. Требуется Меркери, это если не ошибаюсь, как это называется. Ну что в термометрах находится? Такая жидкая вещь такого металлического цвета. Ртуть, вот, Меркери. И здесь, в принципе, все то же самое. Но нам нужно для постройки... К сожалению, я не могу его заспаунить, а как оказалось, спаунить может его только так называемый констрактор. Поэтому давайте... Очень большой корабль, поэтому надо подальше отойти, потому что он громадный просто. Просто себе не представляется, каких размеров. Я заспаунил его на мели, и он прям там на мели у меня и повис. Вот. Заодно и посмотрю, как поклал пьяно записывать. Ну, как я немножечко пьяно захмелел, так что не учите мне внимание. Быстро говорю, невнятно. Это все спиртное. Давайте, короче, для начала заспауним с вами констрактор. Констрактор. Одну штуку. Вот он появился. И теперь до него можно встроить. Теперь нет никаких аптонимов, там неизвестных каких-то... Так, господи, боже мой, я не могу у него залезть. Тут какой-то глюк, когда спаунишь, у него залезть сложно. Давайте заберем его, поставим заново. Когда он может нормально залезть. Видите, это вот у него залазит. Ну, как нормально. А, то есть было написано CLIMP. Собственно, что я парюсь. Теперь есть клавишек CLIMP. Раньше такого не было. Напоминаю, это экспериментальная версия билда. Она недоступна еще в релизе, поэтому, чтобы поиграть в нее, вам нужно в стиме, в свойствах стима выбрать участие бета-версии. Ну, то же самое, только единственное, что я хотел посмотреть. Ну, может быть, апселяторы теперь не пропадают. Цикл мы хотели цикл посмотреть. Для этого нам нужно писать item. Заспаунить определенные вещи. Нам нужно 6 металлов. Металл 6. Теперь металл, я вам сейчас покажу. Металл теперь очень маленький, мало места занимает. То есть раньше 4 чайки занимало, теперь по одной. Потому что, так бы, потому что цикл бы вы просто бы все... Если было бы по 4 места, вы бы цикл бы просто не смогли заспаивать. Потому что не было бы места, на самом деле. Теперь нам нужно стекло. Пишем item glass 4 и медь и золото, да? Сколько нужно у нас по 2 штуки? Item... Ну, это читерский способ. Консоль, конечно, понятное дело. Копер 2 штуки. И item... Item... Gold... Gold... 2 штуки. Ну что, ребята, готовы к спауну? Давайте. Сейчас вы охренеете. Размеры корабля. А когда он пойдет в воду, когда он в воду пойдет. Вы просто херите, какой там волна пойдет. Давайте прямо на волштаже отъедем, чтобы ощутили волну. Сейчас он заспауниется. Достаточно долго испауниться, рисуется. Ну это круто. И корабль такой высок, громадный, что по нему можно ходить. Сейчас вы сами это все увидите. Фадыжжжж. Ну, поплыли, что ли, потихонечку? Нет, не лазано, ничего такого. Но нам, в принципе, это не нужно, по большому счету Заход в него через этот люк И мы можем по нему ходить Ребят, мы можем ходить по кораблю Еще может быть какие-то глюки, потому что экспериментальная версия Это шлюз 5 какой-то есть Ничего не открывается Но это такой прикол Это, видимо, какие-то спасательные лодки или шлюзы, чтобы выходить наружу Это комната для дайвинга Это, видите, как я понимаю, наверх Здесь лаунч бэй Здесь, я так понимаю, можно выстреливать с себя Откуда-то нибудь слышать звуки Телефона, это не мой телефон Видите, может быть, что-то здесь будет строиться И это будет выстреливать какую-нибудь капсулу, например Потому что, ну, видно, что-то такое Проецируется Ого Странно почему-то, текстура непрозрачная Поднимаемся наверх И видите, рубка, по-моему, чего-то офигенно Выглядит настолько громадный Растение прямо внутри, смотрите, крик Ничего не активное Особенно Submarine Name Кстати, не могу дать им Submarine, потому что экспертная версия Еще не до конца построили Все, пока Тестируют, прежде чем выпустится релиз И рубка, смотрите, она громадная Она не только просто там рубка А тут можно сверху постоять Посмотреть, может быть, пускаться в будущем Какие-то еще капсулы Ого Мотор Корабль можно будет полностью апгрейдить Скорость там У корабля могут быть протечки Мне кажется, внутри он гораздо больше, чем снаружи По ощущениям Лестница Офигеть Ланчбэй Офигеть 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 Какой громадный корабль Ну, чувствуешь, что громадная Submarine А пока К счастью, наверное, что не нужно много ресурсов Не знаю, когда будет На релизе Может это добавить Потому что там с Титанием Который явно где-то пригодится Либо на что-то будет новое Либо именно к этой Submarine Скорее всего Ну что, предлагаю приступить к управлению Если это возможно Добро пожаловать, набор капитан Сказал, а система А ну поплыли? По-моему, это охеренно круто Чувствуешь себя в маленькой лодочке Чувствуешь себя в громадном корабле Который можешь смотреть сверху Давайте попробуем вынырнуть Глюк, типа я дышу, да? Ну ладно, поэтому я не отдышать Напускаться можно по кучку С Подниматься на пробел Остальное управление полностандартное Что это было пока что? Подожди, а как поворачивает это? Да хорошо А это он так поворачивает Я сейчас что-то задеваю Пока нет у корабля жизни Это хорошо Настолько это круто Смотрите, я специально запомнил новую карту По плавам Этот корабль может вообще опускаться На любую глубину И он полностью пофиг на все Так что поехали по плаваму Что-то с глюки какие-то с растениями Когда вы будете плавать в корабле Какие-то глюки, по-моему, нет? Офигеть Ну тут можно будет Королев Написано мне предупреждение корабля Сказали, что Я спускаюсь на отметку Ниже 550 метров Не знаю, зачем это идем Потому что корабль спасает Спускаться на грязный Я помню, на маленьком судношке Спускался куда угодно Нравится, что можно полностью смотреть Как хотите полностью Тут взгляд есть управлением Вот сейчас это маленькая субмарина Ну видели размеры Давно можно выйти Распределить Это у нас протечка Это сейчас, наверное, видимо испытывают Поэтому испытывают скорее Испытывают в экспериментном билде Игру, поэтому Я слушаю протечку А где она? Поэтому в этой игре На 50 метр корабль уже задыхается Это нормально Это просто тест-драйв используется Потом, конечно, глубину увеличить До 200 метров Это даже не сомневайтесь в этом Птичку я не вижу, к сожалению Может она вообще какая-то глиочная Не работает Оп, она работает Мы тонем И можем с ней плавать Никак не могу ее заделать, к сожалению А возможно Отвертка нам нужна Наверное, точно не понимаю Как она пишется Скорью драйвер какой-то Такой громадный корабль У него, видите, протечка с этой стороны идет Насколько он большой, смотрите Офигеть, да? Просто круто Офига Икс, можно здесь воздух наполнять Отличая от самарина Здесь наполняется воздух Я даже не знаю, как Пробойную поплыть Поплыть без пробойных Кир с ним С пробойной, точнее Поплыть, потому что Ну Я не знаю, как починить Им нужна отвертка Которая Я не знаю, как включить Предлагаю всплыть И повернуться к нашей Субмарине Сейчас мы с собой Не повернемся Всплываем Ну и корабль Не затапливает Так что ничего страшного Там нету Судя по всему А где моя суммарина Только надо понять Вот она Поплыли поближе Я посмотрю, как делать отвертка Возможно, отверткой Может быть, починить Потому что я А другими вариантами Не знаю, как починить Можно Эти корабли Круто Скорость, в принципе, такая же Как у обычного судна Так что, по скорости Он не выигрывает От обычного Этого морского Се-мота Но так сам себе Хер отчет, нормально Но Именно его гигантизм И то, что по нему Можно просто ходить У него есть Ну, пробоины По корпусу Апгрейдить его можно Ну, пока не сейчас Попозже Ну, видите, глюки С этими растениями Это еще есть Когда внутри корабля плаваете Но в целом Он очень крутой Да ладно Это не может быть протечкой Проверим Я просто глюк корабля Нет, Хьюстон У нас проблемы Мы Сейчас я чуть подальше отъеду Чтоб не удариться ничем Нет, все нормально Здесь есть Кислород Это глюк То, что Уровень моря Показывается внутри корабля Не более того Нет, я вру У нас протечка Какая хера О май гад О май гад Им нужна отвертка, видимо, да? Видите, как громадный корабль Просто офигеть Класс Сейчас мы сделаем отвертки Я просто не понимаю, как она называется Поэтому я просто В этом фабрикаторе Отвертка Я ведь это визу Скидрайвер А, Велдер 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 Для починки Написано Велдер Давайте попробуем заспавнить Айтем Велдер Велдер Ван Так Мы с пассивной похода, нет? А после Как чинить эту подводку? Наверное, изнутри, скорее всего Давайте скинули впереди Посмотрим, что будет Ну, насколько так круто сделана игра, да? Просто офигенно Так Сейчас воздуха накоплю Что-то не очень сильно получается Она повыше Давай Давай О, да Смотрите Чиниться, чиниться Ребят, чиниться Шикарно, шикарно, шикарно Блин, я обожаю эту игру Настолько круто сделано Ну, блин, ребят Согласитесь Но номер один игра По реализму По всему Но, на самом деле Это подводная лодка 22 века Так что не забывайте Не фиг удивляться Тут Так, ну мы взяли отвертку Мы все время можем починить Поплыть в любое время Придай, поэтому дальше Пойти поплавать Нормально уже Мы знаем, как чиниться Но это, понимаете Нежно 50 метров Не плавать, что ли? Специально сделали для тестов Чтобы потестировать Как пошли У него либо длине 200 метров Я точно смотрел По описанию Но вот именно Для тестов Экспертальной версии Сделали именно Столько метров в 50 Чтобы можно было быстрее Тестировать Потому что это 200 метров Ведь мне даже Меня предупреждают Об этом Корпус пока держится Главное не врезаться Никуда Громодный корабль Так, пока проблем нету Но все же починим быстро Нужно научиться делать По-моему, офигенно круто Спускаемся пониже О-е-е-е Где-где-где-где-где-где-где-где-где Вижу Вижу Она не быстро чинится, кстати Отвертка Она сегодня не заканчивается Отверткой Я где-то врезаю, что ли? Система откатки включена Отлично Плывем дальше Я просто, наверное, задом сделал Может быть, просто она реально протекает То есть Дельта с дайва сделали На меньшее метро количество Ну, пока не очень понятно Потому что мы плавим 30-40 Пока все хорошо Но она очень достаточно низкая Можно брюхом задеть Все, что угодно Можем ее задеть с вами Верху теперь Быть аккуратным очень Поляха, муха Я чуть не обосрался Что-то мы опять в одном месте Тоже протечки И в разных в этот раз Ребята, где протечка? Ищем, ищем, ищем А, прямо здесь? Ладно, круто, да? То есть Мне кажется, для такой громадной подлодки Знаете, как главная проблема? Мало места Мало места Мне для подлодки нужно сделать Больше места Больше карты Больше глубину Чтобы развлекаться А это как-то маловато О, блин, нифига себе Где он плывет? Просто прикиньте Какие растения Ой, мы еще не местимся Надо поднимать Сейчас очередной раз будет Пип Пип Нет, нет Все хорошо Ну, слава тебе Господи Тут такое Смой не можно сплавать Даже на конец карты Потому что Первый кислород Можно Бесконечно Пополнять Во-первых, может быть Карты увеличились Я же не знаю Это экспертная версия Здесь потому что Поменялась Поэтому Есть шанс Что даже карты Вылечились Шикарно 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 Так, понижаемся Ай, я потому что Страшно Он все так громко Собосрусь Что врезаюсь Из-за страны Черт Ладно Пока еще живем Живое Как живое Отойди От этих кораллов Дебильных Есть Стальше Плови Что это за звуки Такие Где-то Проткнули Мы еще Где-то Под нами По-моему Течет Ага Блин, как это круто сделано Я не ожидал Починка Просто шикарная Игра Причем Когда партичка идет Парата Не хочет особо Двигаться Я так понимаю Поэтому Надо Слезать Че Четыре Пробойного Че Нафиг Издеваетесь Что ли Я не могу Двигаться Вперед Отлично Причем Пробойный Стандартный В местах Мне кажется Появляются То есть Есть такие Точки Специальные Уже Заранее Заготовленные Под нами По сути По всему Ну а это Конечно Все тестируют Это еще Опять же Обращаю ваше внимание Что это экспериментальная версия То есть Незастопна Не релизная версия То есть Поэтому Всякое бывает Мы можем Годами Их Бега чинить Проблем Таких Не будет Сильно Видите Максимальная Субмарина 200 метров Здесь Поднимут Все уровни Потому что Это смешно 200 метров Я Я на Маленькое На 400 Плавал Все Хорошо Было Она Бесконечная По-моему Надо всплывать Ха-ха-ха Видите Для палатки Красными Ну это Занижено Наверняка Занижено Ладно Поплэли Убьемся Нафиг На палатки Что будет Чисто интересно Что будет Ну как Здесь У нас Затопит Нафиг Мы умрем От воздуха Судя по всему 5 протечек Уже Прикидывайте Просто Охереть Просто Можно 6-7 8 протечек Один О май гад Пока нормально Еще Еще Плыть Можно 12 От Установ Проблемы Опа Прямо Ой Все На Затапливает По-моему Он Больше Не двигается 14 процентов замучусь что будет интересно когда когда но я сам часа качу рис собственно говоря вся хана походу а плейли нифига все еще скид на наш субмарину точнее наш писательный плод по-моему фигина классно но слушайте я еще живой до сих пор чиним что-то чиним а почему я не сдох странно странно ландерги друзья на этом мы заканчиваем наш такую скорее серия просто поприкаловались поплавленной циклопе просто было очень интересно лично лично мне очень сильно понравилось а я думаю что когда будет релизная версия станет то там уже будет более гуманно все сделано сейчас просто экстрим полный это будет очень весело и круто игра просто растет на глазах шикарно шикарно все здесь вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал всем спасибо всем пока